Привет, сегодня у нас продолжение наших лекций замечательных. Продолжим, в общем, прошлую тему про конфигурирование и поговорим немножко про что-то там. Следующее. По поиску устранения неисправностей. Так, в прошлый раз мы остановились на базовых настройках интерфейса. Вот картиночка здесь. Что у нас тут показано? У нас имя коммутатора уже задано, мы видим. Мы находимся в другом режиме. На верхней строчке показано. Уже привилегированном режиме мы находимся. Потому что решеточка. Дальше мы идем в конфиг термпишем, конфигурить терминал, режим конфигурирования. Идем в режим конфигурирования первого интерфейса. Интерфейс FASTERS.NET 0.1. Включаем полный дуплекс и скорость 100 мегабит. Включаем. И пишем описание, description. Server 1, connect here. Дальше мы вышли из режима конфигурирования этого интерфейса. Выбираем конфигурирование интерфейса с 11 по 20 и пишем им описание, что конечные пользователи будут подключены здесь. Выходим отсюда и смотрим интерфейс статус. Шоу-интерфейс статус. А в боке трейсере, кстати, не работает. Там подписал. Ну почему-то непонятно почему. А на нормальном железе работает. Очень удобно смотреть. Потому что шоу-интерфейс статус показывает по каждому интерфейсу минимальный вывод. Что если мы скажем шоу-интерфейс там и какой-нибудь тыкнем, он там выводит. А интерфейс, как я понимаю, fast, ethernet и нумерация, такое умолчание. Можно как-то изменить? Нет. Зачем? Ну, не знаю, более коротким названием. Ты пишешь fa01. То есть понимаешь? Он понимает, что... Я в прошлом раз говорил, даже тебе не надо вот так вот каждый раз fast, ethernet писать там, да. Во-первых, у тебя есть автодополнение по табу. Во-вторых, ты можешь писать просто здесь вот конфигурировать терминал, ты пишешь conft, нажимаешь enter, он понимает. Если сокращение однозначно идентифицирует команду, да, то ты можешь сокращение написать. Тебе не надо писать fast, ethernet, ты пишешь fa01, все. Все нормально. Да. Так, смотрим, что у нас тут, что у нас тут видно вообще. Интерфейс статус мы смотрим, да. Первый интерфейс, вот то, что мы наконфигурировали, да. Name server 1, connect here, ну, чуть не влезло. Статус connect, VLAN 1, по умолчанию, duplex, SP, то, что мы наконфигурировали. Дальше, авто, авто, вот третий у нас, и второй у нас не подключенный, да, у них дуплекс и speed авто написано. Дальше смотрим, четвертый, connected, и мы видим, что A full и A 100. Эти записи означают, что A full и A 100, это буковка A, как-то, автосогласование. Это значит, что уже коммутатор и какое-то второе устройство, они между собой договорились, и дуплекс, и скорость автоматически установилась. Вот. Да? А если не дуплекс, как где-то написано? Этот. Как там? Есть дух, full и я забыл. Ты увидишь. Понятно. Есть full и half, половина, типа, да. И прикол в том, что вот это вот, когда мы смотрим show-интерфейс статус, мы видим вот эти вот буковки A full и A 100, да. Если мы смотрим именно show-интерфейс там и какой-то определенный интерфейс, да, там будет просто такая вот огромная портянка, да, там всякая информация. Там будет показано просто, что скорость и, ну, дуплекс и скорость, как бы, да. А там не будет этих вот A или не A, там, да. Мы-то оттуда не сможем понять, как там мы сконфигурировали автоматически, у нас интерфейсы договорились между собой, или это мы руками задали. Вот. Поэтому вот этот show-интерфейс статус очень полезная команда. И, соответственно, да, вот здесь видим, что мы можем конфигурировать интерфейсы, ну, как-то раньше, да, типа, сразу несколько интерфейсов, как бы, да, мы указываем, что хотим несколько интерфейсов конфигурять, и уже там можем какие-то параметры задавать сразу для какой-то группы интерфейсов. Вот они, 11-20. Соответственно, вот у нас контьюзерс заданных здесь. Так. А что значит ноль, ты расскажешь? Ну, пасты-дзернет ноль. Почему он ноль? Есть какие-то другие пасты-дзернеты, чем они отличаются? Хороший вопрос. Ну, стандартный 0.1. Может быть, от этого зависит. А если там... Если несколько сетевут туда подкать, потому что там вот копитов не просто... Какие-то блоки портов... Какие-то блоки портов, скорее всего, да. Да, может быть, это у вас котеново не зависит. Причем, наконец-то посвечается так, как и... А может быть, идет 2.0.1 первого мастера, 2.0.1. Сегодня я гигабитный свинеч смотрел. Там вообще написано... Не фасты-дзернет, а G, I, как бы, да. Один слэш, ноль слэш, только точками, ну, как бы, номер интерфейс там учились. Вообще там три пара. Не знаю. Надо будет почитать. Хороший вопрос. Так. Технология безопасности портов. Здесь, как обычно, да, безопасность и удобство использования у нас всегда находятся на грани, да, что по умолочанию у нас свитч поставляется так, что мы можем в него воткнуться, да, и все будет работать. Мы можем наступать туда этих конечных устроек, да, и они сразу там друг друга найдут. Ну, алипичник, конечно, либо их кто-то должен выдать, да, либо они, ну, как бы, руками пропишут. Соответственно, все будет замечательно, все будет хорошо. Вот. Но, с другой стороны, это, конечно, блин, не особо безопасно, да, потому что, как бы, любое устройство, там, да, как бы, злоунамеренный пользователь может воткнуться в нашу сетку, там, да, и получить доступ ко всему. Вот. Это не очень хорошо. Соответственно, у нас есть безопасность и рекомендации от CISC для повышения безопасности портов. Ну, в смысле, безопасных коммутаторов. Ну, и портов. Да. Что вам рекомендуется, да? Первым делом нам надо перевести порты SwitchPort ModeAccess. Да, у нас есть ModeTran, который позволяет нам несколько интерфейсов, несколько VLAN-ов, да. Когда мы покидываем ModeAccess, что, конечно, устройство здесь подключается. Соответственно, там может быть один VLAN-токов. SwitchPort Port Security. Включаем режим. Так. Режим безопасности порта включаем, ну, в режиме конфигурации, конфигурирования порта, да. Мы когда выходим, и портфейс вас изогнать, да, вот там какой-нибудь. Напишем SwitchPort ModeSecurity. Надо включить. Указываем максимальное количество MAC-адресов. Можем указать, да, там. Ну, там, SwitchPort PortSecurity максимум. Любое количество MAC-адресов, да. Ну, конечно, ну, это не обязательно, но желательно. Если мы точно знаем, да, какие устройства у нас будут подключены, да. Можем указать действия, которые будут выполнять наш коммунатор, если, ну, нарушение безопасности происходит, да. Он может нам сделать, что? Он может выключить интерфейс по умолчанию, да. Здесь еще есть, как-то, Protect и Restrict. Protect, Restrict и Shutdown. Да, несколько есть. Соответственно, дальше я там буду описывать подробнее. Вот. Соответственно, мы можем MAC-адреса задать двумя видами. Да, мы можем сначала указывать количество MAC-адресов, да, и потом мы указываем MAC-адрес, либо явно, да, прописан MAC-адрес устройства, которое имеет сюда доступ. Либо мы можем написать PortSecurity MAC-адрес стики. Так называемая команда. То есть, ну, как липкий MAC-адрес, типа, добавить MAC-адрес, который первый пришел на этот интерфейс, типа, разрешить его. Соответственно, он заполнится, и все остальные MAC-адреса будут уже, ну, как бы, не будут пропускаться, да, это уже будет нарушение безопасности. Соответственно. Сначала на какое-то время, а потом мы должны сохранить его, да. Copywriting конфиг, Startup конфиг, сделать, и он там сохранится. Да. Вот у нас картиночка такая, я покажу здесь примерчик небольшой, да. 1, server double, 2, мы точно знаем, да, что у нас подключится, потом какой-то company контролер и user 1. Соответственно, мы, ну, вот, 3, 4 интерфейса. Смотрим, что мы тут на конфигуре, показываем, что FastEthernet 0.1, у нас MoldAccess, мы уже переключили, да, PortSecurity включен, MAC-адрес указан явно, да, все единицы 0.2.0, 0.0, все единицы, это вот MAC-адрес нашего первого сервера. Второй, этот, FastEthernet, MoldAccess, PortSecurity тоже указан, MAC-адрес указан в стике, да, то есть первый MAC-адрес, первый MAC, который придет, когда на интерфейс у нас добавится. Смотрим более подробно, да, SwitchPort, ShowPortSecurity FastEthernet 0.1, PortSecurityNablet, SecurityShutdown, ViolationMoldShutdown, максимум MAC-адрес 1 у нас указан, всего MAC-адресов 1, ну, потому что у нас 1 MAC-адрес прописан, да. Соответственно, мы видим, что у нас интерфейс SecurityShutdown, SecurityViolationCount 1, это значит, что интерфейс у нас выключен, ну, на состояние интерфейса Shutdown, вот, он выключен, потому что сработала защита, и SecurityViolationCount 1, значит, что какой-то неавторизованный пользователь, да, с неавторизованным по кадресам, попытался получить доступ к этому порту, и он административно выключен, ну, выключился сам, сработала защита. Смотрим второй интерфейс, PortSecurity также Enable, PortStatus Up, SecurityUp, да, что поднится, да, все нормально, ViolationMoldShutdown, 1 MAC-адрес, вот он, MAC-адрес у нас показан, да, не ViolationCount 0, что не было нарушений безопасности, да. Так. Ну, и, соответственно, можем посмотреть просто showrunning.config, когда смотрим, да, то же самое мы видим. Вот он, вот этот вот MAC-адрес, да, нам прописан, который в стике, и вот он здесь. Соответственно, мы можем running.config сохранить, и вот этот вот MAC-адрес у нас сохранится, да. А, так. Дай это к примеру, видимо от болты там понаписать, ну просто чтобы было более понятно, да, там здесь двойки, да, у них ничего, все, у вас остальное 2 и макатрис свой. А, это разделение циска, это циска так это? Это циска так делит, а HP-шка, например, делит до 6 цисек, потом пробел, ой, тире ставит, потом еще, нет, подожди, 2, 3, 4, 5, 6, да, по 6, ну пусть едини пробел, тире ставит, HP. У каждого свое, но при этом они понимают нормальные макатриса, я раньше все время перебивал, сегодня когда работал с коммутаторами, случайно вбил туда, ну как обычно, через зоиточие, нормально понял. А, ну, про делинки ничего не знаю, у нас HP-шки и циски, вот они вроде нормально поняли меня, что я им хотел сказать. вот. Так. Дальше идем. Идем дальше. Конфигулирование сетей Вилан. Мы сейчас поговорим чуть-чуть совсем, да, про Виланы, потому что более подробно мы будем говорить в следующей, как бы, другой книжке, там вообще будет супер все подробно. сейчас все-таки у нас это такая, обзорненькая, да. Соответственно, Виланы, да. У нас по умолчанию Вилан один. Все интерфейсы у нас включены в первый Вилан, да. Ну, чтобы, соответственно, мы могли повтыкать сюда, они там все компьютеры друг друга увидели. Вот. И все зашиплись, все работает. Соответственно, мы можем этих Виланов надобавлять целую кучу, сколько хотим. Насколько я знаю, там каких-то нету ограничений. Хотя, может быть, там. Как экспортабельно. Вот. Соответственно, чтобы сконфигурировать Вилан, мы идем в команду Вилан, вводим в режиме конфигурации, да. Так, сейчас. Пример. Сейчас я... Пример. Сейчас. Так. 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 Сейчас загрузится Сначала enable Перешли Да, вот у нас режим обычного пользователя Вот такая галочка Потом режим В общем, привилегированный режим Режим, где мы можем уже все поломать Все, что хотим Дальше, когда хотим конфигурировать Пишем conft Олег, о чем я говорю Он нас понимает Все, мы зашли в режим конфигурации Конфигурируем вилан Пишем вилан Номер вилана Все, мы зашли Может додать имя какое-то Какое-то имя задали А, вот, пойдем А пока А? А? Думаю, что мы Дали ему какое-то имя ТТТ Соответственно Дальше мы вилан Должны привязать Портам Выходим Заходим в какой-нибудь интерфейс Интфа 0.1 Допустим Так же, видишь Видите, он нас понимает Мы пишем Интфа 0.1 Полностью не надо ничего набирать Потому что это Однозначно идентифицирует То, что мы хотим сделать Что он понимает Что он понимает Что он понимает Спас интернет Проливали Пишем switchboard В конце свела Ну, второй Что ему не нравится А, неправильно Я медленно напишу То, что Другой Соответственно Ну, сейчас Этому интерфейсу Мы указали Что уилан Второй Находится на этом интерфейсе Да Соответственно Мы должны Тоже очень важно Указывать Что Этот интерфейс У нас Именно Аксесс Интерфейс Надо ему Явно Это прописывать Это повышение Безопасности Что этот интерфейс Используется Для конечных устройств Мод аксесс У него должен быть А группу интерфейса Можно задать? А? Группу интерфейса Ну, конечно А как? А там у нас было Сейчас, давай Где там Презентаж Сейчас Вот, интерфейс Рейндж Ну, давай попробуем Тразу Показать На сколько Да Рейндж Да, рейндж Да, видишь Режим конфигурации У него Иф Рейндж Уже Если здесь Режим конфиг Иф Был А здесь Конфиг Рейндж Соответственно Здесь уже Мы можем Также Ему Показывать Что Типа Ну, уже Виланы Прописывать На Несколько Интерфейсов Ну, например Можем здесь Прописать Уже Что Switch Port Moto Access У нас Сделать Все Еще Один И посмотрим Что мы там Гуляли Командой Show Vlam Brief Есть такая Команда Показывает Нам Состояние Наших Интерфейсов И Виланов Да, вот Он показывает Первый Вилан У нас Дефолтовый Имя Дефолтовое Да Туда Включены Все Интерфейсы Кроме Первого Первый У нас Находится Во втором Вилане Имя У него Вот ТТ Смешное Вот Конфигурировали Ничего Сложного Совершенно Нет Можно Попробовать У меня тут Конфигурировано Смотрите Пример Как раз Я тут Вчера Готовился У нас Вот У меня Свитч Сейчас Посмотрим Что я нам Доконфигурирую Вот У меня Показано В дефолтовом Вилане Не все А New Вилан У нас 13-14 Порты 13-14 Порты 11-12 12-14 12-14 Порты Вот эти Компы Сейчас Покажу IP-шники 12 Все 1 Вот Здесь 107-2 18 28 4 У нас IP-шник У этого Должен быть 107-2 18 Какой-то Там 18 2 Вот IP-шники У них Одинаковые В одной Сетке Находится Там Маск Подсети Все Дефолт Гейтвей Все Одинаково Да Прописано По идее Должны Видеться Еще раз Открывай Я забыл Что-то 8 4 Да Будет Видеть Потому что Он находится В другой Вилане И у нас Нигде Никаких Настроек Вилана У нас Да Я Иду 4 Не Видит Не Видит Не Пингуется Понятно Что-то Можем Сейчас Интерфейс Попробуем Другой Вилан И сразу Он Увидится 14 Интерфейс Во втором Вилане Борь Вилане Должен быть Первым Голан 1 А Нет Нет Свитч Нет Свитч О Если мы все правильно сделали А А Настолько Скорее Не надо Нет Все равно Нигде Созначный Тот Маш Сейчас посмотрим А Сейчас посмотрим Можно, давай попробуем. Согласен. Что я нашел? Сейчас, сейчас. Ага. Сиди, закрывай. Смотрим. Так, илан один, а мы илан два. не работает соответственно виланы дальше там мы можем уже настраивать поведение да там что маршрутизация между перерыв нашего оператора села батарейка поэтому объявляется перерыв на 15 минут батарейка в кабель а сейчас так еще про про безопасность портов да это еще и сказал еще больше повторить да здесь несколько пунктов то же самое да что предполагает куда-то включил и что сразу все работает соответственно это как не очень хорошо для безопасности и поэтому рекомендуют несколько действий провести с портами с которыми мы знаем что они будут отключены даже отключить административно с помощью команды shut down да ну марты которые не будем использовать дальше также их рекомендуется эти порты все перевести свеч в mode access в аксесс мод да команда switchport mode access и еще очень хорошо должен привязать их вообще к ляму вилану который у нас не используется соответственно конечно выключение портом это понятно дело что выдавать так устранить мало ли там кто-то случайно их включит случайно намеренно это хотя бы mode access и левый вилан повысит нашу безопасность но тут рекомендации так дальше переходим в следующей главе поиск устранения исправности в эзернет коммутаторах вообще у нас будет там по 3 3 главы в книжке да по по устранению неисправности да сейчас мы поговорим именно про коммутаторы и нижний наш уровень помехи в кабелях и тому подобное про айпи и всякие пока не будем ничего говорить ну так чуть-чуть затем вкратце да поговорим вообще как как ищется неисправности да как происходит вообще поиск неисправности сети сети например у нас три основных этапа поиска да это предсказать анализ нормального поведения то есть мы должны представлять себе как нормально должна работать сеть дальше изолирование проблемы когда мы понимаем на какой стадии в каком месте у нас проблема ну как появляется именно проблема да и анализ источника проблемы соответственно мы можем использовать для этого команды коммутаторах и маршрутизаторах команда шоу вы смотрим нашу конфигурацию да смотрим что там ну как бы и пытаемся понять и команды пинга и трассировал я покажусь подробно не буду рассказывать ну всем представляю да что пинк это пингуем ударенный холст пытаемся понять отвечает он там не отвечает команда трассировал позволяет показывает маршрут прохождения пакета и показывают где у вас пакет ну как бы последний последние отвечающие этот мы можем узнать последний устройство который нам отвечает ну или устройство пути которые все нам отвечают можем увидеть маршрут прохождения пакетов там правильно и неправильно у нас пакеты идут там да какие устройства нам отвечает куда там вообще проходит и какой у нас устройство последние соответственно вот у нас маленький примерчик что здесь вообще все это начинается как как обычно с пользователя что все все работало я ничего не делала сама сломалась но здесь пока например что у вас есть веб-сервер example.com да и пися один пытается на него заходить когда раньше работала сейчас ничего не работает ничего не понятно соответственно мы себя представляем как это вообще ну как как-то должно работать мы представляем да соответственно первым делом и что проверяем днс да пингуем смотрим определенную визол порезовалась ли имя в айпишника не порезовалась дальше смотрим куда дальше мы смотрим ну вот по по картинке поведения наших пакетов да соответственно первым хопом первый шаг это писать направляет 1 маршрутизатору по умолчанию да маршрутизатор по умолчанию отправляют по шагуру 2 потому что он знает что что может что то что сервер замуж за 2 находится здесь рисунки неважно там статические динамические нас пошут из конфигурированы до 2 знаешь что уже веб-сервер его сети находится и уже чисто в серверу отправляет соответственно в сервер отвечает r2 и по пересылают и 1 пересылать все один как мы можем понять где у нас ошибка ну самый первый шаг да поппинговали мы увидели что ты нас разрезовывался например айтишник имя в айтишник разрезовывал и значит и нас работать нормально даже на этом шаге у нас уже может мы можем понять что именно не резалась допустим можно просто днс нашим дальше мы смотрим просто пинге что пингуется все окей что может разрезовываться но дальше смотрим трассировку например сделали трассировал смотрим маршрут прохождения нашего пакета до стандартная процедура нам сначала ради на подвесе потом р2 потом уже сервер нам ответят и мы смотрим пинге на все видео трассировка как это все доходит пакетики показать здесь есть сейчас смотрю вот они ну просто показать пример да что мы без пишем трассировку он показывает нам 3 значения это скорость прохождения маршрута да там что-то среднее там ну я потом подробнее я думаю про эти утилиты вам расскажу как это все определяется еще что-то сейчас я не помню значение честно и показывает кто нам ответил потому что третий мы проходили до третьего и до третий у нас один есть даже у нас получается мы видим что есть у нас один хоп и между нами и соглас 8 3 устройством нет никаких не может за даров никаких то устройств которые могут нам который также нам пингуются соответственно идем наши картинки ну соответственно что мы значит мы представили посмотрели выяснили что какие-то наши ошибки если мы поняли что у нас трассировкой посмотрели допустим доходит r1 а дальше наши пакеты не идут соответственно мы должны зайти на r1 да если это наш мусультизатор и уже посмотреть у него с помощью шоу проверить его конфиги да почему он не пересылает что-то происходит куда что у нас фигурировано то есть она дальше у нас есть что три штуки на помогают проверить наши неисправности это так называемый протокол обнаружение устройств циска циска discovery протокол анализ состояния интерфейса что все интерфейсы должны быть рабочем состоянии чтобы проводить передавать пакет и должно быть не должно быть ошибок посмотрим дальше и соответственно можно проводить анализ маршрута аккумуляции фреймор что мы можем посмотреть таблицу мак-адресов наши дату соответственно пока адресов и наших интерфейса да вы по ней мы поймем тогда правильно ли соответствует ли наш мак-адрес до этому интерфейсу и правильно ли он соответствует соответственно что у нас есть у нас есть такая картинка и вас есть протокол cdp почему cdp это вообще протокол протокол обнаружения устройств иска все устройства цисковские ссылок если специально не выключен все они рассылают о себе информацию какую-то и все устройства знают соседях мы можем посмотреть даже вот на здесь пример шоу cdp просто показывает что можно посмотреть интерфейс вот соседей смотрим соседей вот он говорит нам мы смотрим на весу и 2 смотрим мы должны видеть свой один это из нашего соседа вот у нас и 1 и 1 1 локал интерфейс g02 удаленный интерфейс будет же 0 1 соответственно да у него джи 0 1 пор тайги платформа есть даже даже там указывает что за устройство рядом с вами находится да вот соответственно полками значит такое но указывает что это свитч да и и соответственно рай джей джеймп подерживает р 1 фас из агент 013 до и 1841 мы очень интерфейс ну понятно да что это удаленный порт устройства показывает что это робота какая-то информация нам с помощью протокола cdp передается соответственно мы с помощью этого протокола можем узнать наше состояние нашей сети карту наших соседей там кто что видит автоматически то есть по умолчанию сердца когда если мы специально отключили все крыша тщательно он раздает соответственно вот мы видим да что что такая информация у нас для окружения наших неисправностей да это помогает что построить карту а 6 пример да или понять что ну как бы как у нас там все это настроено вообще соответственно ну включать и выключать это понятно как его данном степени был и но то же самое с одной стороны с точки зрения безопасности до что это страны хорошо бы его отключать да потому что не очень хорошо информация своих устройств по всей сети другой стороны для удобства то же самое он очень удобен тоже такая грань каждый должен для себя просто оценивать риски соответственно уже смотреть включать его и выключать так чего-то есть так а это другие картины так есть ну в принципе понятно cdp ничего особо такого соответственно дальше мы смотрим состояние интерфейсов попадает второй пункт мы можем по состоянию наших интерфейсов посмотреть и понять каком они находятся интерфейсе так что да у ношу да у да там это ошибки и понять вообще что происходит на сети да соответственно соответственно команда шоу интерфейс статус у нас показано да здесь мы видим что у нас что у нас состояние статусов состояние интерфейсов коннектор под коннектор да авто ну вот это то что мы уже видели в принципе да соответственно у нас есть несколько несколько состояний интерфейс у нас есть состояние линии да так называемые и состояние протокола протокол line статус и протокол статус соответственно указывает работает ли уровень 1 это ну линия физически да и модели 8 и уровень 2 протокол канального уровня ответственно нас может быть указывает у нас может быть указано up 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 slash up да и либо down slash down но обычно это просто объединяется если об авто мы видим как бы да соответственно нас может быть несколько состояний устройств мы можем посмотреть что у нас может быть состояние линии административы ли до состояние протокола down состояние интерфейса будет дизайку просто просто его выключили полностью до состояние линии down состояние протокола down состояние интерфейса от конъектов например это либо кабель не подключен кабель нерабочий использован кабель с неправильной распайкой то же самое настройки скорости на двух интерфейсов не совпадают с одной стороны устройство выключено питание или команда шатал может быть ну такие типичные причины проблем у нас может быть состояние линии up но состояние протокола down несоответственно состояние интерфейса полностью на нот коннекты практически не встречается состояние линии down состояние протокола down состояние интерфейса это технология безопасности порта сработала порт выключится из-за обнаружения режима безопасности ну состояние линии up и состояние протокола up а вы расстояние интерфейс коннект это значит что все хорошо все круто все у нас работает так вообще из-за чего у нас могут быть да такие всякие штуки происходить когда там у нас интерфейс down там еще фигня или интерфейс up но при этом нас равно не передается наташники идиоты пользователи идиоты руки всем оторвать просто да протянут нас кабель например да там а пользователи ездит про него там стулом значит протянут хреново ну и пользователи тоже не смотрит никуда ездит там своими колесиками по кабелю соответственно нас уже будет что у нас начинается кабель перебивается там какие-то ошибки в кабеле да там не начинается всякая фигня либо какие-то помехи то есть на кабель проложен там вблизи оборудование какого-то там какого-то абстрактного да и там какой-то станки какие-то или какая-то фигня такая и все соответственно может быть дернули кабель случайно у нас такая была фигня на работе когда это же вот обнаружение неисправности получается у нас была . сейчас есть вай-фай . на вай-фай . народ не подключается и получает какой-то тусика свою авторизацию на радиосервере народ начал жаловаться что типа медленно работать вай-фай те кто отключился заново ты не могут подконтактиться что за фигня но при этом те кто остался на него все равно хоть как-то работает что за фигня начинаем смотреть . . пингуется на веб интерфейс заходится авторизация с радиусом проходит все нормально что за бред начинаем думать уже все перезагрузили держится по это же перезагрузили тоже там за компанию все попало под раздачу понятно что уже как ну да и уровне все нормально будет дальше здесь уже надо уровнем ниже типа смотрели на интерфейс а там хреново туча шиба я прихожу смотреть эти коннекта там просто наполовину там вытащить задернул видимо ногой . была через розеточку или задели или что-ли просто переткнулся заработал кому-то 3 партия шоу 3 статус шоу интерфейс а просто шоу интерфейс шоу интерфейс статус нам красненько показывает шоу интерфейс вот на смотри показывается сколько у нас здесь пакетов сколько байк проливали новым путей русс но у церкви но ничего у нас нет все хорошо а когда начинается ошибки у тебя здесь будет здесь вот куча не путаю рост до церкви просто церкви это контроль на сумму фрейм это старое название у тебя здесь сразу это счетчик ошибок очень сильно будет увеличиваться здесь увидишь да ну ты ему тоже знаешь тебя по какому-нибудь интерфейс у тебя подключена с какой-то нет а не закончен интерфейс и смотришь по всем ну с помощью сына пена это можно как-то собрать конкретно по ошибкам я не знаю что ты скажешь общее количество ошибок попал название интерфейса ошибка название как-нибудь так не знаю не знаю не знаю может быть есть чего самые сложные ошибки с точки зрения обнаружения у нас ошибки при несовпадении дуплексности и скорости интерфейсов да что соответственно мы знаем мы уже посмотрели там когда говоришь у нас интерфейс может быть в разных режимах да там фул дуплекс, хаус дуплекс работать соответственно и скорость да обычно все это согласовывать довольно тяжело это определять это можно посмотреть только если мы на как бы на двух устройств зайдем да и посмотрим какая здесь дуплексность и скорость и какая на втором устройстве соответственно у нас есть коллизии будут расти ну вот мы увидим ошибки да увеличена а здесь есть коллизии обычные и еще будут расти коллизии как-то как они правильно называются долг коллизий как лог коллиженс лог коллиженс у нас есть два вида коллизий мы прошли раз помните если за прошлый как-то говорили да что про тесма сиди что если у нас сеть настроена хорошо то с меня сиди определяет коллизию первых после отправки первых шестьдесят четыре вида фактически заголовок и у нас коллизия должна происходить мы должны определять одно из условий то что рост этих коллизий можно показывать что слишком привлекабель да соответственно у нас есть при автоматическом согласовании до интерфейс вообще дуплексности и скорость у нас есть несколько стандартных как обычно институт и при поле по и ей я очень давно установил несколько стандартных комбинаций параметров допустим если скорость нам неизвестно будет использована скоро 10 мегабит в секунду и полу или же если скорость кимMO образом был определенна и равно 100 либо 10 мегабида будет использоваться в полу впитанию соответственно если скорость была определена и равна 1000 мегабит в секунду будет использоваться ну это такие стандартные параметры это на интерфейсе дамид и и выше всегда использовать searching adjective соответственно quindi бальонаты могут использовать несколько методов для автосогласования скорости и определения режимов например она может использовать самый простой это указан с помощью команды speed указан когда конфигурируем интерфейс мы укажем скорость и дупость работы второй метод то что он может использовать подбирать скорость используя электрические сигналы в канале чтобы определить конфигурацию удаленного устройства здесь подробно не рассказано но мы поверим на слово соответственно у нас есть такая картиночка на св-1 св-2 соответственно у нас на св-1 мы смотрим что интерфейс статуса g01 интерфейс что он стран дуплекс охал и спит а 100 то есть это автоматически да как мы помним кукула она же что в эту дуплекс и скорость была сконфигурирована автоматически на этом интерфейсе это при том что вот например на св-2 мы можем задать статикой а если один определил скорость соответственно дуплекс он выставил просто автоматически то что дальше 100 мегабит скорость у нас это значит халов дуплекс соответственно потому что институт так сказал или и это стандарт вот если только что читал что мы да если мы ничего не знаем значит мы вот так вот сдаем если можно руками конечно если все это поправить хорошо а если нет соответственно вас очень забавной ситуации получается когда у нас настройки дуплексности не совпадают но при этом у нас интерфейс статус равно будет а мы не увидим что там будет поднял все будет хорошо на первый взгляд соответственно надо разбираться и там посыпаться дальше ошибки вот соответственно принеса падение дуплексности трафик начнет передаваться с ошибками начнутся коллизии и будет расти так написано счетчик коллизии будет расти на по идее он будет расти если у нас на одном устройстве полный дуплекс на втором халп дуплекс то счетчик коллизии будет на там где халп дуплекс так дальше мы смотрим ну да соответственно проблемы уровня 1 работающих это уже отчасти я рассказал вам даже почему это может быть это вот у нас кабель может поврежден соответственно если кто-то по нему ездит колеса могут быть наводки так называемые электромагнетик интерференция ну и в общем соответственно у нас сигнал независимо да из за того что что там у нас и пока кто-то поездил сигнал искажается и у нас растут так называемые ошибки цель 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 мы уже их увидим мы можем предположить то что у нас либо где-то кабель перекусу либо как-то его ты можешь нет не а ты можешь как-то ну как как-то типа ну на каких метрах допустим циски берем костюм куда-то может примерно метраж вот не знаю не знаю я так не умею ну если длинку мер я думаю что циска должна тоже умеет Не знаю, какие-то такие штуки. Есть такая штука, кабдяк, показывает длину кабеля, статус. Так, соответственно, у нас есть такая интересная табличка еще. Основные проблемы, высокий уровень шума. Высокое значение счетчика входных ошибок, низкое счетчика коллизий. ЦРЦ повышается, коллизий не очень много у нас. Соответственно, это кабель либо неймбральной категории, 5, 5, E, 6. Кабель поврежден или у нас и не имеет место. Проблема коллизий наблюдается больше, чем 0,1% коллизий. Соответственно, проценты уже считаются, вы примерно представляете, как. Надо коллизии поделить на packet output. Где-то там на картинке у нас есть. Если у нас больше, чем 0,1% коллизий, значит, что либо дупрестный режим неправильно настроен, либо большое количество сборных фреймов, либо доз атак. Запоздалые коллизии, да, вот о чем я и говорю. Растет счетчик запоздалых коллизий, это light collision цепи, да. Либо очень большой тайминг коллизий, либо длина кабеля слишком большая, да. Ну, тоже режим дупрестности нам не соответствует. Так, дальше. Мы можем определять наши ошибки, ну, ошибки конфигурации с помощью анализа MAC таблиц, да. Ну, таблицы MAC-адресов у нас, да, мы показываем, ну, соответственно, соответствие, да. Что? Чуть-чуть осталось. Две странички. Так. Соответственно, анализ маршрута коммутации фреймов на основе таблиц MAC-адресов. Соответственно, мы должны понимать, да, что мы можем... Посмотрим, у нас командочка есть шоу-мак-адрес-тейбл, да. Мы видим, какой MAC-адрес привязан к какому порту, да. Соответственно, мы должны понимать, что, ну, мы представляем топологию нашего устройства, ну, топологию нашей сети, да, и представляем, что какие MAC-адреса должны быть к каким портам привязаны. Соответственно, если мы смотрим в шоу-мак-адрес-тейбл, смотрим и видим, что у нас что-то там не так, мы уже должны задаться вопросом, да, что мы никуда подключили, да, и почему это так, а не это. Соответственно, мы можем посмотреть просто шоу-мак-адрес-тейбл, да, показывать все адреса коммутатора. Мы можем смотреть, что у MAC-адрес-тейбл динамик, если нужно посмотреть только динамические записи MAC-адресов, потому что нужно было MAC-адресов, которым мы руками подписали. Соответственно... Что за MAC-адресов? Устройства, которые подключены к этому коммутатору? Это устройства, которые подключены к этому коммутатору. А, коммутатору. Так это ты почему не вставляешь динамические? Таблицы MAC-адресов у нас всегда динамические. У нас же... Это... Я же говорил ранее, когда... Ну... На прошлой лекции... Даже не я... Это соответствие... Как... Каждый коммутатор строит таблицу MAC-адресов. Соответственно, MAC-адреса и интерфейса. Но... Соответственно, ее можно посмотреть? Конечно. Сейчас я покажу. А можно ее вручную записать? Если ты задаешь статически, то можно. Можно, это очень плохо. Это да, это совсем не хорошо. Не, ну как бы если с точки зрения безопасности, может быть, да, мы знаем, что к этому... Только у нас там сервак подключен, как бы, да? Только там вот... С этим MAC-адресом с него... А если я хочу жестко задать, что вот это устройство... В этот код подключено конкретно вот это устройство. Если кто-то подключил другое устройство, оно не будет работать. То ты задаешь режим поведения. Ты меня не слушал в начале лекции. У нас есть три режима поведения банда. По умолчанию это шотдаун. То есть, если там втыкается другой, у нас срабатывает защита, да? И у нас порт переходит в стане административный шотдаун. У нас есть второе. Еще два. Это... Сейчас расскажу. Там... В общем, да, разное поведение. Ты можешь так настроить, что если у тебя срабатывает безопасность, да, то у тебя устройство выключается, и тебе либо по SNMP, да, либо ты отправляешь прям e-mail этому админу, что типа что-то там случилось. У тебя устройство вырубается, как бы, да, и отправляется... Вот, видишь, у нас интерфейс, да, вот здесь вот показано. Здесь показано. Securition down, да, и security violation count 1. Это значит, что непонятно кто подключился к нашему этому. И, соответственно, он зашел до босса. Это непонятно по какому признаку. В смысле? По MAC-адресу. То есть, так ты вручную задал или это просто смена MAC-адреса получается? Вручную. Ты вручную, смотри, ты можешь... Вмя способами указывать MAC-адреса. Ты можешь либо вручную вот так вот прописать, for security MAC-адрес и MAC-адрес точно, да? Сейчас сказать, какой конкретно... Вот именно вот этот MAC-адрес, да, ты можешь один или несколько задать. К одному борту, да? Либо ты можешь написать в for security MAC-адрес стики. Да, это, то есть, будет использован MAC-адрес, который вот первое устройство сюда возьмем, и он оттуда-хок его и запомнит. Только мы потом должны еще сохранить его в running config, startup config. Тогда у нас этот MAC-адрес сохранится. Соответственно, дальше мы уже настраиваем режим поведения порта, да? Соответственно, мы еще в MAC-адрес table можем посмотреть. Немного шоу. Вот, 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 вот так. Вот, вот так. Почему MAC-адрес здесь? Ну, вот, у нас динамический F0.2 там, да, вот такой вот, MAC-адрес. Вот, а что значит F0.2? Какой F0.2? Нет, какой F0.2? Что такое? Да? В общем, он динамический запомнил только в эту. Вот это, по-моему, был F0.2. Ну, все, в общем, мы видим привязку, да? А, ну да, вот MAC-адрес, VLAN и так, динамический и интерфейс, да, что F0.2. Соответственно, мы видим, как бы, да, что если у нас, там, какая-то большая топология, там, наши коммутаторы, там, куда-то все подключено, туда-сюда, мы можем смотреть, смотрим эту маркад, ну, смотрим нашу таблицу, да, понимаем, что этот MAC-адрес, например, там, MAC-адрес, скорее всего, это MAC-адрес вот этого коммутатора другого, да, и он подключен, мы здесь видим, что он к другому форту, да? Соответственно, нам принесло, становится понятно, что мы его тупо неправильно соединили, как бы, да, ошибка на физическом уровне. Соответственно, это вот выявление наших нестрадостей. Соответственно, мы можем посмотреть шоу MAC-адрес на 3-бол-динамик, он покажет нам только динамический, ну, в принципе, он один есть, только динамический. Соответственно, сначала, конечно, желательно, ну, как-то первым делом мы должны представлять, как должна работать наша сеть. Мы должны примерно в голове построить там, да, где какие MAC-адреса, каким интерфейсом, потом мы смотрим таблицу и сравниваем, да, как должно быть и как на самом деле. Если все правильно, значит, это уже дело не в этом. Соответственно, у нас есть еще одна проблема, может быть, да, что все равно у нас вроде таблицы MAC-адресов мы посмотрели, интерфейс у нас поднят, там, да, никаких ошибок ничего нет, но все равно не доходят пакеты. Что такое? У нас может быть, ну, еще один вариант, это, что включим какой-то у нас режим безопасности, да, ACL какой-то у нас настроен, список контроля доступа, access контроля есть, значит, какая-то фильтрация. Значит, для коммутаторов подробно почему-то мы не будем в этом курсе рассматривать XCNA, не рассмотрим они, а в маршрутизаторах посмотрим потом оцениваем. Соответственно, ну, то же самое, мы просто увидим, если порт у нас, ну, какие-то цели у нас настроены, да, access control вести, что у нас порты просто переходят в режим защиты уже, security enable, да, или security disable будет у нас. И, соответственно, мы увидим шоу-интерфейс статус, да, или просто шоу-интерфейс, и там посмотрим, что он там, ну, какое состояние у нас интерфейс. Вот. На этом, наверное, на этом все. Про устранение неисправности. Ну, так вам на физическом уровне. А в следующий раз у нас одна глава целая посещена будет беспроводным локальным сетям, а потом большая глава будет 12 IP-адресацию. Вот, я думаю, это будет вообще жесть. Огромная глава, да. И надо будет, чтобы все пришли. Будете мне подсказывать, как IP-адреса читать? Ну, или калькулятором воспользуюсь, ладно. IP-4? Да, там 4-й. И 6-й, да? Да, 6-й, по-моему, нет. Ну, а? И хоть можно умеетно считать. А, 6-й, да? Да. Ну, 6-й просто мало где еще все-таки. А IP-лес не будет? А? IP-лес не будет? Слушай, надо посмотреть, по-моему, здесь не помню. Что-то на основе метод. Не помню. В этом, в этой книжке нету такого. Может быть, в втором книжке. Это все-таки популярный. Да? Да. Да. В этом книжке нету. Спасибо. 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 Спасибо.